Сегодня выяснилось, что убийство политика Бориса Немцова, совершенное у стен Кремля, не зафиксировало, судя по всему, ни одна из видеокамер на Большом Москворецком мосту. О том, что существует некая мертвая зона, куда не направлены объективы, заявили сначала в мэрии, а потом подтвердили силовики. Моя коллега Кригоршин Сагиева пыталась выяснить, с чего вдруг такая откровенность и признание собственной некомпетентности. Ну а также постаралась понять, куда смотрели те камеры, которые она лично видела в тот вечер на том самом мосту у стен Кремля. Кригоршин. Михаил, прежде чем начнем разбираться, хочу напомнить, что место преступления — это Большой Москворецкий мост, примыкающий к стенам Кремля. А теперь две цитаты, которые появились сегодня и всех запутали. Первое. В мэрии Москвы заявили, что камеры, которые находятся вблизи Кремля, не входят в городскую систему видеонаблюдения. За них отвечает Федеральная служба охраны. То есть ФСО. Далее. Последовал ответ от ФСО. «Москворецкий мост, — заявили они, — не является зоной ответственности ФСО, там камер нет. Видеокамеры, направленные на Кремль, обеспечивают обзор внутренней территории». То есть, если принять на веру два этих заявления, то камер на мосту нет, а камеры, закрепленные на стенах Кремля, не направлены наружу, они направлены внутрь. И выходит, что мне в тот вечер только показалось, что камеры видеонаблюдения были, и что смотрели они точно на место преступления. А снимки блогера Митя Олешковского, которые разошлись по соцсетям, это всего лишь оптическая иллюзия. Вот здание видно, невооруженным взглядом. Гоняют людей, конечно, там запрещены, но добиться сейчас на этом этапе, вот, как сказать, правды, и наивно думать, что это все будет выплескиваться, все там сняли, но не может такого быть. Там, ну, зона. Я говорю, что я вот как специалист скажу, что надо быть такими мороженными людьми, чтобы... Или просто не знать Москву, чтобы вот в той зоне совершить преступление. Ну вот мой собеседник заявляет, что все там сняли. Однако, если вернуться к сегодняшним комментариям, которые признают существование мертвой зоны, то единственное видео, которым мы сейчас располагаем, и следствие, это запись с погодной камеры, которую через сутки после совершения преступления опубликовал канал ТВЦ. Вот сейчас он на моем фоне. Качество съемки такое, что едва можно разглядеть происходящее, и я предлагаю вам посмотреть фрагмент и убедиться в этом. Еще один человек выбегает оттуда на проезжую часть. Быстро садится в автомобиль и уезжает. Снегоуборочная машина останавливается в нескольких метрах от места происшествия. Там остается лишь один силуэт, предположительно, спутница Немцова. Затем она подходит... Выходит, нет никакого видео, но тут вспоминается не один десяток преступлений, когда на второй же день появлялись записи из различных камер, в том числе домофонных, установленных в магазинах. Помните, случай с Арханом Зейналовым, перелевским убийцей, когда мы смогли проследить чуть ли не весь путь его передвижений до совершения преступления и после. Но сейчас, уверяют нас силовики, не та ситуация. Вспомните, это тоже страшное ДТП со смертельным исходом, где, по-моему, фигурировал Барков, где там гинекологи, врачи погибли. На Ленинском проспекте. Так вот там даже задействовали космические войска. То есть с целью установления до метра совершения ДТП вообще структуру воспроизвести самого ДТП. То есть, если надо, обратятся и туда. Поэтому не исключено, что это может иметь место и в нашем с вами случае. В ближайшее время, я убежден, найдут, скажем так, виновных в расстреле Бориса Немцова. Но вопрос в другом. Эти ли виновные действительно будут теми, кто расстрелял? Вот со что я боюсь, если честно. Если мост у стен Кремля, как заявляли мои собеседники, бывшие силовики, действительно напичканы камерами, зачем ФСО и мэрия усердно заявляют, что у них нет записи преступления? И почему нельзя признаться, что видео все-таки есть, но в интересах следствия в СМИ оно не может быть опубликовано? С другой стороны, за машиной преступников гонялись несколько суток. Нашли сразу несколько, но ни одна из них не оказалась той самой, куда запрыгнул убийца. А может быть и правда, записи нет. Вспомним, полгода назад в центре города нашу коллегу Ксению Батанову было совершено нападение, но позже выяснилось, что камеры, которые были вокруг, и они оказались неработающими. В это сложно поверить, но вдруг и правда, камеры не работают, даже возле Кремля. Спасибо, моя коллега Иршин Сагиева, о том, действительно ли работают камеры хоть где-то в столице нашего города, и помогут ли они раскрыть убийство Борис Немцов.